Доброе утро, мои хорошие! Рада приветствовать вас на моем канале. Сегодня утром произошел такой неприятный инцидент. Оказывается, вчера я установила настройки в своей камере Canon с разрешением таким крутым. Я подумала, вау, какой классный кадр! Буду теперь снимать с таким разрешением. Подумала, что я покупаю дорогую камеру и снимаю с низким разрешением. Вот я дурочка, да? И сегодня я села, значит, это монтировать и что-то видео не загружается в приложение для монтажа. И что вы думаете? Оказывается, мой компьютер не тянет такие параметры камеры. Это просто надо менять компьютер и уже покупать очень дорогой игровой компьютер, либо просто сделать хуже разрешение видео. Поэтому в этот раз я сделала хуже разрешение, чтобы потом проблем с монтажом не было. Досадно, неприятно, но да ладно! Кстати, вчера по дороге домой купила себе вот такую тушь от Essence. Она у меня давно была, но в последнее время я использовала вот эту тушь от Ariflame. Она тоже была обалденная. Сейчас посмотрим, на что способна вот эта тушь. Вы знаете, что у меня большая коллекция косметики. Ну как большая? Относительно большая. Но тушь я покупаю одну и по мере надобности покупаю еще. В противном случае они просто высыхают. Мой карий глазик без использования туши. Что-то я слегка переворщила. А может и не слегка. Все слиплось. Я слишком много нанесла, мне кажется. Как-то не очень на самом деле. Сейчас мне позвонил риэлтор и сказал, что есть вариант, который почти подходит под мои критерии. И сейчас мы с мамой собираем манатки. Идем смотреть этот вариант. Хотя у меня были вообще другие планы. Сейчас нужно было монтировать, потому что столько материала. Надо это все быстренько смонтировать. Но так как комплекс находится недалеко от моего дома, мы быстренько загоняем. Я как раз вам расскажу про свои впечатления. В общем, пятый этаж, 58 квадрат. Уже есть купча, газ. В общем, дом жилой. И такой и лихненький, как я люблю. Но не панорамные стекла. Очень жаль. Смотрят окна во двор. Надеюсь, что понравится. Кстати, жилищный комплекс называется Хэтай парк. Он находится недалеко от моего дома. Если я не ошибаюсь, его построили для работников президента аппарата. И им, как я знаю, раздали эти квартиры бесплатные. Посмотрите, сколько здесь. Хат. Какая атмосфера. Просто бомба. Мне уже нравится. Жара на улице. Он приходит ложиться сюда. Ладно зимой погреться. А летом-то чё? Жарко же, пупсик. У тебя ещё шубка есть. Поэтому я его называю дурачок. Дурачок мамин. Как вы уже поняли, я уже дома. Даже не знаю, стоит ли рассказывать или нет. Два варианта, на которые у меня есть деньги. Они мне не понравились. Потому что квадратура намного меньше, чем заявлено. Мне не нравится проект. В общем, ничего не нравится. Но риэлтор мне показал вариант, который мне понравился просто на все 100%. Меня устраивал проект. Идеальный проект. Там был ремонт. Евро-ремонт. Но, конечно, я бы сделала немножко по-другому. Мне, например, нравятся прямые потолки. А там вот эти вот. Прошлый век. Вот как у нас. Сейчас покажу вам. Вот как у нас. Подвесные потолки, как это называется. Сейчас это не актуально. Я бы, например, сделала прямые потолки. Но на это тоже потрачены денежки. Понятное дело. В общем, поделиться с вами нечем. Тот вариант, который мне нравится. Он стоит очень дорого. Он стоит почти 4 миллиона. Вот. За эти деньги можно спокойно купить двухкомнатную квартиру без ремонта. А не однокомнатную. Она очень большая. Она очень просторная. Но я думаю, можно взять кредит, я думаю, и купить эту квартиру. А потом потихоньку выплачивать кредит где-то в течение года. Но, с другой стороны, оно мне надо, может быть, подождать, поискать. Возможно, я найду без ремонта тот вариант, который я хочу с таким же проектом, куда я тороплюсь. Но я была в восторге от квартиры. Мне понравилось там все. 12 этаж. Панорама смотрит на море. Коммунальные услуги недорогие. Центральное отопление. Ну, в общем, не знаю даже, что сказать. С такими двояйкими мыслями я вернулась домой. Купили вот такие вот хот-доги. Точнее, булочки для хот-догов. И вы знаете, за 4 штуки мы заплатили вам сколько там стоило. 4 моната, да, почти. А что ты мне такие сосиски дешевые купила? А? Нормально сосисок не было? Это хорошие. Хорошие? Сейчас покажу. Зацените такие вот сосиски. Папа может молочные. Короче, будем сейчас хот-доги делать для мокпанка. Мама говорит, что надо еще замиксовать сверху кетчупом. Мама даже помидорку режет вкусно. Это же мать. А горчицу не хочешь? Нет, я не люблю горчицу. Что? Убери свою камеру. Как аппетитненько. Мам, как думаешь, 3 штуки смогу съесть? Мне кажется, многовато. 2 съем, 3 это как-то много уже. Мои хорошие, я не помню, я вам показывала или нет. В общем, это мой новый заказ. Вот что я заказала. Заказала себе бюстгальтеры разные. И вот такой вот очень интересный тулумчик. Здесь вот завязывается голубой небесный цвет. Взяла немножко большеватый размер, чтобы не сильно прилипший был к телу. Не сильно облегающий. Так. Что дальше я заказала? Вот такой вот футболочку. Мне кажется, тоже очень стильно смотрится. И вот такой, потому что она была на скидке. Вы знаете, я обожаю скидки. Взяла в этой расцветке. Стоила она всего 3 доллара. Прикиньте. Почти бесплатно. И маме. Маме тоже заказала кое-что. У вас есть и тоже мамочки. Плюс размера. Плюс сайз. В прошлый раз, когда делала заказ, все соответствовало строго размерной сетке. В этот раз тоже очень надеюсь на это. Потому что заказали маме платье, которое ей прям впритык. И если пару сантиметров туда-сюда, мама просто в это платье не влезет. Костюмчик. Он, конечно, не впритык. Но все равно хотелось бы, чтобы все соответствовало. В прошлый раз все соответствовало идеально. Просто как написано было, так и было на самом деле. Я думаю, что где-то, наверное, через недельку. Возможно, не через 10. Мой заказ будет у меня. И я вам буду снимать распаковку. Ну, посмотрите, какой он милаха. Какой он красавец. Я тут посчитала. Получается, мы вместе. Ой, Твиксик идет ко мне. Мы вместе с Твиксиком. Сколько мы вместе? Уже полгода. Даже больше. Полгода, как я нашла этого красавца. Такое ощущение, что буквально вчера. Мне кажется, это самое, не знаю, правильное решение в моей жизни. Если у вас тоже есть желание завести домашнее животное, мне кажется, очень хорошая идея приютить с улицы. Дай бог будет в своей квартире. Войду замуж. Хочу и собачку приютить с улицы. Не купить где-то за бешеные деньги, а просто дворняжку с улицы.